Почему в Таджикистане сложилась такая плохая ситуация? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему многие люди живут бедно, а районы мало развиваются. Теперь-то все понятно. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всех важных событий. Государственные сектора Таджикистана недополучают финансирование, предусмотрено государственным бюджетом страны. Государственные сектора к началу декабря прошлого года не финансировались на 100%, кроме топливоэнергетического сектора. На развитие указанного сектора в январе-ноябре 2021 года выделено более 4 млрд. самани, что составляет 102% от уточненного плана. Далее, самый большой процент финансирования приходится на здравоохранение – 99,5% от общего размера предусмотренного бюджета. За указанный срок на развитие отрасли здравоохранения направлено свыше 2,5 млрд. самани. Суммарно больше всего финансировалась сфера образования страны, которая получила более 4,7 млрд. самани, или почти 81% от общего размера предусмотренного бюджетом. Другие отрасли в среднем финансировались на уровне 79% от предусмотренного. Меньше всех финансировалась отрасль транспорта и коммуникации – 74,2% от предусмотренного уточненного плана. Сумма финансирования указанной отрасли составила 1,481 млрд. самани. По оперативным данным Министерства финансов Республики, доходная часть государственного бюджета Таджикистана за прошлый год перевыполнена на 4,7% и составила более 29,5 млрд. самани. Между тем, расходная часть госбюджета за 11 месяцев прошлого года составила 25,5 млрд. самани, что составляет 84,1% в процент исполнении от общего объема или более чем на 4,8 млрд. самани, меньше запланированного. Но куда же эти деньги деваются и почему по факту мы видим мало изменений? Как вы думаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Наверное, все из-за таких вот людей. Например, начальник отдела кадров ГУП «Спецтранспорт» по твердым бытовым отходам района Шахманцур города Душанбе подозревается в получении взятки. Как сообщили в агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в указанном преступлении подозревается гражданка Хамидова Саадат Адинаевна. Отмечается, что будучи на указанной выше должности, Хамидова за подделку трудовой книжки о выслуге лет потребовала у гражданина А4000 самани. Получив с него 1000 самани, подозреваемая потребовала принести оставшиеся 3000 самани, в момент получения которых и была задержана сотрудниками антикоррупционного ведомства. В отношении Саадат Хамидовой возбуждено уголовное дело по статье 319 «Получение взятки Уголовного кодекса Республики Таджикистан и ведется следствие», сообщили в агентстве по борьбе с коррупцией. И по факту это лишь маленький пример. А у нас так много чиновников, которые задействованы в коррупции. Как вы думаете, если бы у нас люди не крали, мы бы жили в разы лучше? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.